всем доброе утро сейчас будет самая сложная часть дня вот как мы выполним значит все все остальное будет уже как по маслу сейчас 20 минут тренировки на улице первый самый страшный 20 минут сейчас у нас только 6 утра мы уже проснулись подготовились на день почитали и позанимали спортом короче полностью все сделали всю утреннюю рутину сейчас самое время до 7 30 максимально продуктивно и сконцентрировано поработать выполнить самую первую главную задачу на день в общем понеслась так 7 30 время идти на завтраке у нас уже самая главная задача почти доделано полетели одного дня это все станет реальностью поэтому полетели сегодня будет продуктивный день лазу перимоном гонах и манилен вот реально школа короче как фильмах знаете типа все-таки по грубкам разбиты там ходит что-то разговаривают блин как такие можно быть не понимать честное слово ну реально утром же собирался типа проснулся рано поучиться и так все хватаем летим так как видеоролики у меня должны быть информативные то совет номер один это когда вы ходите из дома все перепроверяйте все сейчас так лиды у нас по 42 льда за 75 центов каждый так экономику сделали только что прилетел уведомление лид заявку подал сейчас буду звонить алло юрий добрый день до удобно говорить да смотрите в этом буквально пять минут назад оставили заявку по жилому дому жк а 136 так следом вышел фейл но ничего страшного ни у кого с первого раза не получалось сейчас летим обратно на библиотеку а потом потом у нас те окей теория знаний философия короче там презентация надо сделать так те окей закончили до сих пор если честно не понимаю в чем смысл этого предмета но тем не менее презентацию сделал я за 15 минут и закончил яс у нас половина дня закончилась остался только арт физика английский ну короче день почти закрытым и такая вот только что был на арке тилки и и блин 40 минут я вот вместо того чтобы там потратить что-то полезное там нет допустим подготовиться к тесту по английскому сидел доделал презентацию типа чтоб ее сделать еще лучше ну так не нужно то есть я как бы не оценил тот факт то что этот предмет который неважный и решил потратить время чтобы еще лучше делать презентацию и то есть как бы это ошибка потому что ну как бы моя задача моя цель это фокусироваться только на самом главном и научиться отсекать все что не главное и вообще ошибки делал в течение дня то всегда всем заношу бакнот вот и потом вечером вечером типа расписываю более детально что могу сделать в следующий раз такое не повторилось и так абсолютно совсем даже вот там не знаю сегодня утром дело фейсбук и у меня на настройку рекламу что там часа два я пойму то что причина почему так случилось потому что я отвлекался на сообщение в фейсбуке или дам отвечал и не сразу настраивал рекламу это было неправильно тоже было намного правильней и сообразнее там намного было бы целесообразнее это поставить задачи выписать блокнот и выполнять ее одну за одной а не пытаться все сделайте вместе я как бы вроде бы такой типа знает что мульти таскинг это плохо но тем не менее блин все равно сделала ошибку поэтому если вы недовольны своей продуктивность недоволен своим днем всегда выписывайте в себя в блокноте почему это произошло делайте самоанализ и сегодняшнего самоанализа это первое любые задачи даже если не мелкие занимает по 10 15 минут все равно их нужно выписывать потому что если будете пытаться сделать их все вместе то соберет намного больше времени и второе это всегда помнить задавать себе вопрос это важно или неважно если это не важно никогда это не нужно сейчас учим металлогию машины обучения так все с артом финиша господи осталось буквально вот чуть 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 конечно по своим проектам очень мало сделать по таргетингу мало и можно было намного больше сделать панетологии но ничего страшного будем догонять сейчас у нас на супер правильное питание фух физика Я заканчиваю, не волнуйся, я заканчиваю. Мы и закончили пятницу, тест написали, сейчас быстро учим металлогию и летим на пробежку, как всегда, по пятницам традиция. Школа финиш, но пятница это день, когда нужно максимально сильно напрячься и ни в коем случае не позволить себе отдыхать вечером. Раньше я брал каждый вечер, помню, у меня была пятница, все, проходил, приходил, ничего не делал, просто лежал, в ютуб залипал. Сейчас я понимаю, что это день, когда нужно выложиться просто на всю, то есть сегодня я в планах снять два видоса на канал по машинному обучению и также сделать три поста в мой инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, каждый день я туда пощу инсайт из книг или лекций, которые я получаю. Кстати, хочу сказать то, что первый день, когда я сюда приехал, после каникул, то у меня опять какие-то были такие накрывания и депрессухи, я думаю, господи, опять эта школа, я не знаю, что мне тут не понравилось, но, наверное, в принципе, мне формат школы не сильно нравится, и никогда он мне не нравился. Я намного больше люблю курсы, которые на практике, какое-то практическое обучение, когда ты делаешь, учишься и делаешь какие-то применимые вещи, то тоже программирование, когда ты берешь, напишешь программы, когда ты создаешь какие-то свои проекты, запускаешь, пытаешься находить клиентов, делаешь уже реально какие-то стартапы, бизнес-приложения и так далее, и когда сидишь там, уравнение решаешь. Из-за этого, из-за того, что школу не любил, в принципе, очень долго, я жил в смысле, потому что я хочу бросить школу, я хочу запустить стартапы, запустить нереально крутой бизнес-проект, какой-то там второй фейсбук, его продать и там срубить сотни миллионов долларов и покончить с образованием, высшим образованием, средним образованием. В экономике-то есть такое понятие, opportunity cost, намного, очень-очень высок, потому что в это время я мог бы, опять же, делать какие-то проекты, развиваться, проходить какие-то практические курсы, а не сидеть за партой. С другой стороны, я понимаю то, что это, наоборот, как бы крутая возможность научиться настолько правильно оптимизировать свое время, настолько правильно научиться быстро решать то, что не важно, и фокусироваться на том, на чем важно, правильно распоряжаться своим временем, чтобы максимально много времени освобождать для проектов и минимальное время отводить на школу учебу, при этом учась хорошо, получая хорошие оценки, хорошие результаты. Вот, допустим, недавно я начал просыпаться в 4.30 утра, чтобы вот в эти 2 часа успевать делать самое главное задание, и потом как бы еду в школу, узнаю со спокойной совестью то, что я уже главную задачу на день, которая не по школе, выполнил. И, соответственно, я начал ложиться раньше, начал просыпаться раньше, начал на уроках сидеть намного более сфокусирования, делать больше заметок, потому что понимаю то, что у меня нет времени сидеть дома и там по 2 часа делать домашнее задание, смотреть, если что-то не понял. И как бы сразу на уроке надо это все выяснять, соответственно, даже намного лучше стал слушать учителя. То есть школа точно не является как бы препятствием, это просто как бы возможность научиться еще круче управлять своим временем. И я очень благодарен родителям за то, что они мне дали такую возможность, я понимаю то, что может даже как-то, как сказать, наверное, глупо ее терять и круто, было бы хорошо ею воспользоваться, но при этом ни в коем случае не рассчитывать только на школу, а также продолжать развивать другие проекты. Помимо родителей я очень сильно благодарен также агентству Бенгрупп. Они занимаются тем, что отправляют детей за границу, детей, подростков. Помню первую встречу, которая у меня была с Аленой и Оксаной, меня очень радует, что я тогда приняли. Подсказали, в какой мне университет, в какое направление лучше пойти. И подсказали, как бы, в какую школу нужно пойти, для того, чтобы попасть в тот университ, который я хочу. Там со всеми бумагами, со всеми оформлениями, регистрациями. Поэтому, Оксана Алена, спасибо вам огромное. Кстати, вам привет. Не забудьте подписаться. И также, не забыл забыть, благодарен, конечно, всем-всем-всем, но больше всего за это я благодарен своей маме, потому что если бы она, то я сюда точно не попал. Мамулик, я тебя люблю. Сынок, в телевизоре. Боже, дай мне силы это выучить. Это просто... Так, у нас уже 17.30, поэтому бежим на пробежечку. Это самый лучший фрукт. Если кто не знал, я родился в год. Трехочковый. У-у-у! Вот в Швейцарии бывает и такой. Да, не только Женевая и черная икра. Сейчас вечера у меня что-то вообще уже батареечка садится, садится и садится. Я уже еле себя заставил добегать и сейчас заставляю себя просто, блин, последний час машинообучения и снять видос. Ну, уже еле-еле-еле просто. Надо, конечно, высыпаться, потому что недосып это очень плохо. Система управления вонос писать в виде матриц. А именно, мы возьмем из коэффициентов выравнивших чисел. Реально высыпайтесь, ребят. Можно просыпаться хоть 3 утра, но если ложиться при этом в 12 часов вечера, то от этого толку никакого не будет. Будешь целый день вареный и даже если ты не будешь вареный, тебе будет казаться, что все хорошо. На самом деле ничего не хорошо. Я за сегодня сделал намного меньше, чем мог бы. Просто потому что в какой-то момент у меня мозг тупо отключался, я смотрел в одну точку. Я, конечно, встаю рано. Да, это круто. Но нужно при этом ложиться тоже в 9. Поэтому сегодня постараюсь здесь пораньше. Но с учетом того, что завтра могу выспаться, могу немножко позже здесь спать. Но такие стучения, конечно, по-хорошему не приведут. Ребята, работаем! Субтитры сделал DimaTorzok